Мира и добра вам, мои дорогие! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана и сегодня спешу показать вам свою Violet Queen. Она начинает отцветать уже потихонечку, при этом еще не до конца распустила свои бутоны. У этой орхидейки я давно заметила такое веерное, револьверное цветение. Часть цветочков может начинать отцветать, но при этом еще не распустились все бутоны. У нее сейчас цветение в этот раз на два таких вот цветоноса, которые смотрят абсолютно в разные стороны. Объясню почему. Она у меня стояла во втором ряду от окна и один из цветоносов потянулся к свету от окна, а второй направился к свету от лампы. И поэтому она у меня такая немножко в разные стороны распустилась. Вот видите, я уже часть цветочков снимаю, но при этом не все цветы, не все бутоны еще раскрылись. Но есть у меня еще одно подозрение. У нас отключается все-таки частенько цвет и орхидеи остаются на полках без подсветки. И я думаю, что это тоже сыграло свою роль на таком недлительном цветении. Ну, в любом случае, она фантастическая и в любом случае я ее вам покажу. Это, конечно, безупречная такая мимимишная крошечная фиалочка. Орхидея у меня, наверное, с 21 года. Это была осень. И я ее купила по оценке, восстанавливала корневую систему, хотя она такая девочка капризная. И мне, я не могу сказать, что мне до конца ее удалось восстановить где-то что-то с корневой системой. У меня еще есть вопросы, но тем не менее, она замечательно цветет. У нее хорошо развивается ее розеточка. Я ее купила с небольшим количеством листиков. И она еще потом у меня из-за нехватки корней, из-за малого количества корней подъедала листики. Но на сегодняшний день вот так вот она выглядит. Растет в закрытой системе. Правда, немножечко у меня позеленел горшочек. Но что смогу показать, то покажу. Розеточка очень компактная. Мне нравятся такие орхидейки. Стоит она у меня на полочке. Не помню, появляется ли она в кадре, но тем не менее. Вот смотрю, у меня там еще одна орхидейка отцветает. Я вам тоже хотя бы один последний цветочек остался подросток. Я вам его тоже в ближайшее время покажу. Но эта орхидеечка в коллекции у любителей мультифлор обязательно должна быть. Характер у нее, конечно, такой не самый покладистый, на мой взгляд. Если у вас есть другой опыт, знакомство, общение с этой орхидеечкой, напишите. Но такая вот, видите, где-то что-то по свету не так и цветочки она уже сбрасывает. Где-то что-то перелив и корни тоже может сбросить. Давайте посмотрим по поводу корневой системы. Так, она у меня сейчас на просушке. Не могу сказать, что в горшочке корней много. Смотрите, еще и гриб вырос. Это буду обрабатывать фунгицидом. В принципе, беды нет. Но, видимо, из-за того, что она на просушке и в темноте, где-то что-то у нее экосистема хорошая сложилась и условия для того, чтобы росли грибочки. В принципе, это не критично. Орхидеи, они не страшны, но это говорит о том, что недостаточно света и ультрафиолин. Поэтому нужно будет, если грибница, конечно, разрастется, тогда она просто будет перехватывать, скажем так, полезные вещества из посадки себе. А орхидеи уже будут доставаться намного меньше. Но не обязательно разбирать посадку. Можно просто пролить фунгицидом и грибочки погибнут. Вот такая у меня там смесь коры и пеностекла. И вот такая вот сверху средне-мелкая кора, а снизу, если будет видно, плохо видно, но там более крупные кусочки. Вот такая вот замечательная орхидеичка. Конечно же, я безусловно рада тому, что она есть в моей коллекции. Она, безусловно, достойна внимания. Особенно ее вот такие кругленькие, как ягодки-бутоны. Она, да, светолюбива. Да, она, на мой взгляд, капризная. Но, тем не менее, она невероятная цветунья, красивая. И, на мой взгляд, абсолютно весенняя такая лесная фиалочка. Конечно, мне бы хотелось успеть показать все свои орхидеи, которые постепенно начинают какие-то отцветать. Также еще накопилось несколько посадок. И, конечно же, я хочу вам сделать обзор тех реанимашек, которых и подростков. И постараюсь обо всем об этом рассказать и показать, какие изменения у меня есть на данном этапе. Ну, а на сегодня я думаю, что могу заканчивать. Спасибо вам огромнейшее за ваше внимание. За то, что любите орхидеи, за то, что впечатляетесь красотой орхидеи. За то, что вдохновляетесь красотой орхидеи. И за то, что остаетесь со мной. За все ваши комментарии и за подписки. За каждое ваше мнение я вам тоже благодарна. Берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо. До встречи в следующих видео. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok